Совсем скоро этим мальчишкам предстоит пополнить ряды вооруженных сил России. Для успешного прохождения военной службы необходимо иметь базовую спортивную подготовку. Адаптация в армии с наличием такой основы происходит гораздо успешнее. За право стать сильнейшим соревновались 7 команд из разных школ города. Более чем 30 участникам турнира в 5 весовых категориях предстояло показать мастерство владения гирями весом в 16 и 24 килограмма. Соревнования происходят в рывке личной команды. Определяются призеры и победители в каждой весовой категории. И также награждается команда, команды занявшие первое, второе и третье место в личном зачете. Владимир Чалашаниди, начинающий гиревик, выступил в весовой категории до 60 килограммов и уже сразу задал планку для своих конкурентов. 16-килограммовый снаряд он смог поднять 50 раз. Сначала просто соревновательные карьеры. Готовился как с нуля. Смотрел обучающие видео на ютубе по технике. Сначала я думал, что это более силовой вид спорта, но оказалось, что на выносливость. И чтобы экономить ресурсы, надо соблюдать правильную технику. Все тренировки стояли в том, чтобы наработать правильную технику рывка. Выносливость это уже на второй план уходит. Настоящая борьба развернулась между спортсменами в весовой категории более 80. Им пришлось работать с 24-килограммовой гирей. Руслан Бадалян уже принимал участие в подобном фестивале в прошлом году. Завоевал почетное второе место. За год упорных тренировок достиг хороших результатов. В результате гирю поднял 51 раз. Спорт из детства. Готовлюсь к Южному федеральному округу по рукопашному бою. Тоже двигаем и железо, и все. Просто решил отстоять честь школы. Хочу пойти в армию, в военно-десантные войска. Не знаю, нравится мне это все. Считаю, что каждый человек, каждый мужчина обязан уметь защитить свою родину. По итогам соревнований определились следующие победители. В общекомандном зачете на третьем месте ученики школы номер 18. Серебряными призерами стал коллектив пятой школы. Первое место и абсолютная победа у СОЖ номер 15. В личных достижениях отличились Даниил Вайнбергер, Алексей Хикало и Дмитрий Соловий. По итогам соревнований из числа победителей будет сформирована городская сборная, которая представит Анапу на краевых соревнованиях. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова